Старейший фестиваль еврейского кино проходит в Вашингтоне. На этот раз на нем представлена и казахстанская лента. Посольство нашей страны в США предложило картину режиссера Рустема Абдрашева «Подарок Сталину». О том, какое впечатление оставила она у заокеанского зрителя, в следующем материале. Фильм «Подарок Сталину» для фестиваля еврейского кино выбрали не случайно. Событие происходит в 1949 году, когда началась очередная волна репрессий. Людей расстреливали или отправляли в ссылки. Старые и молодые мужчины, женщины и дети со всего Советского Союза высланы в Казахстан. Главный герой путевой обходчик Касым, одинокий старик, среди трупов ссыльных, находит живого ребенка и забирает к себе. Это только одна история среди тысяч о горьком вкусе депортации. А для нас из всех искусств важнейшим является черенам. Допуск на секретный объект у всех есть, а кто что будет? Все. Очень интересный и содержательный фильм. Я увидел, насколько этнически богата казахская земля. Какая богатая культура. Невозможно выразить словами, насколько реалистично показана правда жизни сталинского периода. Фильм раскрыл всю суть той эпохи. Казахстан и вся Центральная Азия во время войны приняла более миллиона только евреев. Не говоря уже о других национальностях, заводах, фабриках, творческих коллективах. И казахстанская степь спасла от смерти тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей. Сейчас в США проживает около шести миллионов евреев. Из них 200 тысяч – жители Вашингтона. По мнению зрителей, фильм дает великолепную возможность познакомиться с переплетением истории двух народов. И лучше узнать казахский народ. Фильм оставил неизгладимое впечатление. Как еврей я близко к сердцу принимал все происходившее в фильме. Такие произведения очень редки. Я очень благодарен казахам и Казахстану. Подарок Сталину – не единственный казахстанский фильм, который посмотрели в Вашингтоне. Тем не менее, после финальных титров, американские кинокритики и руководители еврейских общин собрались вместе, чтобы поделиться впечатлениями об этой картине.